Праздничный день 9 мая для нашей съемочной группы начался совершенно неожиданно. Приятный дымок привел нас в дом номер 96 по улице Соборной, а это центр города возле третьей школы. Здесь с раннего утра уроженец республики Доминикана, а ныне житель города Рени Рафаэль Нуньес, разложил костер, в который подбрасывал поленья фруктовых деревьев. Над огнем была закреплена тушка 40-килограммового поросенка. Обычно в Доминикане они делают такое на какие-то особые праздники, там Рождество, День Рождения, ну а здесь сегодня в честь Победы решили по-нашему сделать вот по доминиканскому рецепту синюшку такую. И с кем вы будете отмечать сегодня День Победы? Кто будет за этим столом шикарным? Все соседы. К вечеру к празднику по-доминикански присоединился весь двор. Традиционного на острове Гаити напитка мама Хуана у нас, конечно, не оказалось, но его с успехом заменила выдержанная каберне 19-го года. Рафаэль делал, так сказать, последние штрихи, еще и еще раз пропитывая тушку специальным соусом. Ну и тут орегано с доминиканой, сельдерей и чеснок, соль и вода. Я слышала, что это уже Рафаэль второго поросенка запекает. Как пошел первый? Первый мы делали дома, но всем очень понравилось. Но мы его ели неделю. У нас семья не такая большая, как во дворе тут все собрались. Поэтому мы ели неделю. На испанском Сердо, а вот Личон, maybe, is from, like, natives? No, because they call it the same in the Philippines. А, ну это тоже испанское название, второе Личон. Да, а вообще Сердо это свиньяна. Мы часто собираемся во дворе и все дружим. И собрались на 9 мая отметить тоже. Готовность тушки Рафаэль определяет по запаху. На процесс приготовления Сердо ушли целые сутки. Только над огнем тушка томилась более 12 часов. И вот долгожданный финал. ВОСТОВЛЕННАЯ МУЗЫКА ВОСТОВЛЕННАЯ МУЗЫКА Спасибо.